Здравствуйте, с вами Риран и это дайджест кипоп новостей. Я хочу начать с позитивного. Давайте, почему нет? Потому что у нас целая куча будет сегодня всякого разного, по большей мере негативного. Но прежде всего давайте поздравим, конечно же, Дойона и Чон Хвана. Это мальчики из трэжа, которые выписали с больничного. Напомню, переболели они ковидом. И как сообщает компания YG Entertainment, оба мальчика, а также вся команда, вся компания, все участники, родственники, все остальные сдавали тесты, дали отрицательный результат и теперь готовы приступить к работе. Еще у нас поправился Минхёк из B2B. Этот парень тяжело переносил заболевания. Он сам лично об этом рассказал. Он даже провел трансляцию в Инстаграме, сказал, что да, я знаю, очень многие переживали за меня, знают, что я был госпитализирован. И поэтому я решил рассказать вам о своем самочувствии прежде всего. Многие заметили, что он похудел и он это подтвердил, сказал, да, действительно, он очень много накануне работал над собой в плане мышечной массы. И буквально за неделю 4-5 килограмм улетели. Пропали мышцы, он сильно по этому поводу переживает. Он рассказал, что температура 39 у него была на протяжении этих 7-8 дней, поднималась до 40, именно тогда, когда скаканула температура, его как раз-таки рано утром забрали на скорой в больницу. И даже когда он принимал жаропонижающее, ниже 38 градусов температура у него не опускалась, очень сильно болела голова и был очень сильный кашель. Говорит, что да, у многих заболевание протекает бессимптомно, но это было не про него, поэтому он призвал Мелоди и всех остальных быть максимально осторожными для того, чтобы не заразиться. Саму трансляцию я не смотрела. Говорят, что на протяжении всего видео он постоянно кашлял, отчего его становилось жаль, чем вдвойне. Сам генеральный директор ВОЗ поблагодарил за то, что тот поделился своим опытом, рассказал, как протекало его заболевание и призывал остальных быть аккуратными и соблюдать нормы, предписанные для того, чтобы не заразиться самому и не заразить остальных. И, конечно же, пожелал Минхёку здоровья. Жи Юн из Викли, у нее тревожное расстройство было диагностировано, как сказала компания. Некоторое время назад, еще с прошлым промоушеном, она стала испытывать некие симптомы, в связи с чем обратилась к специалистам и находилась под наблюдением. В общем-то, что-то даже для этого предпринималось. Но сейчас с подготовкой их к новому альбому все только ухудшилось. И поэтому совместно с докторами, с семьей и с коллективом было принято решение дать ей возможность отдохнуть и восстановиться. Поэтому они сообщают, что Жи Юн уходит в отпуск, пока что бессрочный, а группа будет продвигаться в составе шести человек. Поэтому, конечно же, всем болеющим давайте пожелаем здоровья. И у нас еще не очень хорошие новости. Максимально расстраивающие касаются Лав. Это мальчик из Only One Of. Агентство сообщило, что после долгих переговоров было принято решение им самим, что он покинет группу. Подробности и причины не оглашаются. Агентство попросило не спекулировать, не распространять слухи и пожелать, в общем-то, дальнейших успехов как Лав, так и группе. Они говорят, что в связи вот с такими переменами, с реорганизацией группы приходится менять планы. Так что дальнейшее расписание, которое уже было объявлено ранее, на ближайшие полгода будет пересмотрено. И подробности мы узнаем в скором времени. И из хорошего, из позитивного Лиджи Джин, это у нас блассист из Эфти Айленд, вернулся из армии первого числа. Говорит агентство уже все. Вот трансляция вам, поприветствовал поклонников уже даже через социальные сети. Он у нас был пехотинцем. Гитарист-пехотинец он у нас вернулся. Все хорошо, все хорошо. Поздравляем уже второй. Лихонки тоже в этом году дембельнулся из армии. Так, глядишь потихонечку, вся группа наконец-то соберется. Ох, ребят, следующий блок новостей у меня посвящен Крису. И вы знаете, я даже не знаю, с какой стороны подступиться, для того, чтобы это максимально непредвзято рассказать. Потому что что не новость, и то у нас какие-то сразу резкие повороты. Я напомню, что ранее Крис, это бывший участник EXO. О, несмотря на то, что сейчас все кричат, не связывайте его с EXO, не связывайте его с SM. Ну, люди. Это часть истории. И многие знают Криса именно оттуда. Так вот, он был замешан в скандалах, разборках, ревностных и прочее-прочее. Потом появились обвинения со стороны некоторых девушек сексуального плана. И были шантаж и прочее-прочее. В прошлых новостях я рассказывала, что полиция опубликовала первые сведения, связанные с расследованием. И сказали, что Крис стал жертвой сразу нескольких махинаций, где пытались финансовую выгоду в связи с этим скандалом, возникшим, получить. Но также полиция сообщала, что несмотря на это все, поскольку достаточно много обвинений появилось в сети от разных девушек, которые рассказывали о своем опыте сексуальных встреч с Крисом. И намекали, а некоторые открыто говорили о насилии или то, что он обманом их вынуждал вступать с ним в сексуальную связь. И по большей мере это девушки 17-летние, то есть несовершеннолетние. В общем-то полиция сказала, что это мы будем продолжать расследовать. И как гром среди ясного неба объявление о том, что Крис был арестован, поскольку это расследование продолжается. В частности, будут разбираться, зачем он забирал телефоны у девушек. Также будут разбираться, правда ли, что он приглашал к себе девушек на свидание под предлогом работы и прочее-прочее-прочее. Все, что мы с вами обозревали ранее, я не буду повторяться. В Weibo они удалили целую кучу, сотнями исчисляются аккаунты и фан-странички, посвященные Крису. И также удалили официальную страницу Криса и его студии. Более того, всех вообще, в принципе, знаменитостей даже, кто как-либо пытается защищать Крисову, их страницы тоже удаляют. И платформа предупреждает, что любые упоминания Криса не приветствуются и в дальнейшем будут подвергаться бану. Все, кто упоминает Криса, вы представляете? Поскольку в Китае очень строгие законы, связанные с насилием, в частности, сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним, в Китае караются максимально строго, вплоть до смертной казни. Государственное издание Global Times тоже опубликовали по этому поводу статью. Не забыли упомянуть, что по своему гражданству Крис у нас является канадцем. Но, несмотря на это, если его вина будет подтверждена, поскольку преступления совершались, если они совершались, по отношению к китайским гражданам, то он будет судим и может понести наказание. И в случае, если его признают виновным и посадят в тюрьму, то по выпуску из тюрьмы его также могут депортировать потом в итоге из страны. Другое же издание — это газета, которая является официальной от Коммунистической партии Китая, то есть, по сути, правительственная газета. Лицо, нарушившее закон, будет наказано по всей строгости закона. Не ново, да, но когда мы говорим «применимо к Крису», мы понимаем, что никаких поблажек, естественно, не будет в связи с его звездностью. Более того, эта звездность может ему сыграть не на руку, да, не на руку, потому что это станет отличным уроком для всех. Нам говорит о том, что вполне это может превратиться в какое-то публичное распятие, чтобы следующим, остальным, другим было неповадно. Поэтому я переживаю сейчас за Криса и уповаю на то, что он окажется невиновен. Конечно же, если его вина есть, он должен понести наказание. И если это произойдет, то, надеюсь, тоже на наказание адекватное. Не знаю, ребят, ну, честно говоря, давайте просто наблюдать и не будем сейчас делать никаких выводов. Опять 25 вокруг Ючона. Если кто-то не знает и не помнит, честно говоря, очень сложно будет пересказать его историю. Но, опять же, в двух словах Ючон – это бывший участник легенд кип-попа второго поколения, некогда максимально самой успешной топовой группы Южной Кореи Тонбан Щенги. После скандалов отпочковалось у нас троица от этой группы. Одни по-прежнему в качестве дуэта продвигаются в СМ, другие ушли в вольное плавание. Сначала как группа, потом сольно и всяко-разно у них судьба была. И что касается Ючона, в какой-то момент прилетело ему обвинение о сексуальном домогательстве. Очень долго шли разборки, несколько лет, буквально-таки была похоронена его карьера. В итоге, вроде бы, как его оправдали, тем не менее, там очень долго шла эпопея о возмещении какого-то морального ущерба. Девушке, которая заявляла или женщине, не знаю, ну, вроде бы, тогда все стихло, вспыхнула новая проблема. Начал встречаться он с девушкой по имени Хана, которая тоже известна в своих кругах репутацией наркоманки, и скандалистки, и вечно замешанные во все вот эти вот шоу-скандалы, которые происходят в Корее. И в итоге подтвердили, что он принимал наркотические средства на протяжении какого-то там времени. Дали ему условное. Сейчас он находится на условном, и поскольку ранее он объявлял о том, что уйдет из шоу сферы, спустя какое-то время потихонечку, потихонечку, так или иначе, он стал восстанавливаться, формировать вокруг себя свой фан-клуб, выпускать какую-какую продукцию, и что-то нам потихоньку готовится. Даже планировал съемки в фильме, ничего-то у нас в угор ушло. И вот сейчас вдруг ни с того ни с сего у нас появляется менеджер его, который все это время был с ним рука об руку, гулял с ним из компании в компанию, с которыми подписывал Ючон, и даже, говорят, был в том отеле, с которого все началось, где якобы эти были домогательства. И вот сейчас он начал публиковать посты в Инстаграме такого плана. До меня дошли слухи, что ты собираешься возбудить против меня уголовное дело. Я дам всем знать, какой ты на самом деле мусор, увидимся в суде и прочее-прочее. Естественно, люди начали связывать эти его посты непосредственно с Юченым и донимать его вопросами. Ты о ком говоришь? И он опубликовал скриншот из чата, это, кажется, был какао-ток, где кто-то из поклонников Ючона, у него спрашивают, ты про Ючона? И он вроде как подтверждает. Более того, он даже публиковал некоторые посты, где ставил тег Микки, а Микки является псевдонимом, сценическим именем прошлым, да, Ючона, когда он еще был в составе Донбанченки. И все говорит, я пойду до конца, я свяжусь с жертвами твоих насилий, и мы будем разговаривать с их адвокатами, у меня есть доказательства, я буду их всех защищать. Фанаты в шоке, говорят, слушай, а где ты раньше был, если Ючон был виноват, что ж ты за него раньше заступился, что там за крыса пробежала между ними, непонятно, но это говорит о том, что в ближайшее время нас будет опять трясти скандалами по кругу Ючона. Что касается самой Ханы, той самой упоминаемой мной здесь уже девушки, ранее я уже про нее несколько раз говорила на канале, если вдруг кто-то не знает, она находится в местах заключения в связи с ее повторным употреблением наркотиков. Все-таки ее посадили, до этого у нее, как и у Ючона, была условная, но поскольку она не сдержалась, ее посадили, говорят, на суде Плакова, ну, в общем-то, ей, по-моему, два года дали, если я не ошибаюсь. Вроде бы как Хана из мест заключения шлет ему, этому менеджеру, какие-то письма, что они ведут там разговоры, поэтому опять, ребята, у нас 25. Бадди, бедные выстрадавшие поклонники девочек G-friend, которые некоторое время были назад расформированы в связи с окончанием их контрактов. И я напомню, это было все настолько внезапно и нежданно, что многие думают явно о каком-то событии чрезвычайном, которое произошло и повлекло за собой вот такой резкий разрыв отношений между участницами и агентством SoS Music, который, я напомню, является сейчас частью огромной корпорации Hype. И вот с Weverse проблема у нас с возвратами членских взносов в членство, членских взносов в членство. Когда-то, когда вдруг резко сообщилось о том, что девочки G-friend контракт не продлили, поклонники стали требовать денежки нам наши, верните, раз так. И компания сказала, ну, хорошо, и вернули, вернули они каким-то Weverse кэшем или что это такое, в общем-то, деньги, которые, по сути, можно только в Weverse шоп использовать. Поклонники сказали, мы не поняли, это вообще что такое? И компания такая, ой, ну, простите, извините, ладненько, мы пересмотрим политику возвратов и вернем вам на вам это все, вернем. И когда стали формироваться вот эти вот заявки на возврат средств, нечаянно платформа Weverse сделала публичной, доступной информацию личную тех поклонников, которые оставили свои запросы на возврат средств и говорят, что это там около 9-10 минут все длилось. И платформа и за это извинилась, сказала, о боге, как это могло произойти? Приносим свои извинения, все дела, денежки вернем, вернем. И вот же ж они в июле начали возврат средств. И знаете, что больше всего опечалило поклонников, в частности, Инна, которые говорят, это вообще как получается? Членство стоит у нас 18 долларов 20 центов. И при возврате Weverse удерживает комиссию в размере практически 80% от 15 долларов за перевод денежных средств. И на счет люди получают по факту 3 доллара 20 центов. И поклонники этому вообще как? Как? Что? Я уже ранее говорила, что меня максимально расстраивает, что Big Hit мною излюбленный в последнее время, с момента превращения в хайп и чуть раньше, периодически где-то настолько сильно промахивается, что хочется журить их вот так вот пальцем. Но это, наверное, минимальное, что я могу сделать или сказать в их адрес. Потому что вот девочек Black Pink добавили на Weverse. А если кто-то не понял, Weverse это часть хайба. Это тоже платформа, социальная сеть, магазин и целая куча там всего, которая принадлежит хайбам и некогда Big Hit, Big Hit, Big Hit, разработанная. Так вот, девочек Black Pink 2 числа добавили, как и обещали, на Weverse, потому что у них там с YG сотрудничество усиделатры же уже давно там. И вот, клевая новость, то, что за 2 часа на девчонок более полумиллиона подписалось. И в течение, там, по-моему, часов 12 уже миллион у девочек на аккаунте красовался. Каким образом там вот идет распределение артистов? У каждого есть свой домик на Weverse, и поклонники разных групп могут подписываться, ну, вступать, так сказать, в фан-клуб, на страничку добавляться и получать уведомления, когда артисты там что-то постят, что-то отвечают, между собой люди там тоже общаются, публикуют посты. Так вот, когда девочки появились там, непосредственно на Weverse, оповещения о активности аккаунта их фан-клуба стали получать люди, которые на Blackpink никогда в жизни не подписывались. И поклонники затрубили тревогу, говорят, подождите секундочку. Мало того, что, ну, как бы это не айс, так вы можете спровоцировать участников других фан-клубов писать гадости в адрес девочек, которые, по сути, не виноваты. И, естественно, это все неприятно. И платформа сказала уже, да, извините, это была системная ошибка, мы уже все исправили. Но вот вы видите, в последнее время все чаще и чаще у нас вот такие какие-то проблемы с Weverse происходят. Естественно, я не могла вас без сваденького оставить и на концовку припасла всякой трогательняшке. Во-первых, у Чиминки появился новый кулончик с гравировкой армии, что заставляет всех армию превращаться в сладкую вату. Короче, наш Бубочка ранее носил кулончик. Он у меня даже есть в видео, посвященное не просто Чимину, где была подвесочка армии. И, как рассказал Чимин, в какой-то момент он ее потерял во время танцев. И вот сейчас поклонники заметили у него подвесочку с гравировкой армии. И, естественно, очень-очень этому рады. И, по-моему, производитель бренда этих подвесок уже поблагодарил Чиминку. Короче, класс. Ладно, я еще хотела рассказать чего-нибудь за Чунгуку, про его потрясающую трансляцию, которая взорвала вилай, взорвала интернет. Там куча просмотров, тренды, перетренды. Подружка мне все говорила, глянь, у него пижама прозрачная. Он там пел песни, короче, целый концерт устроил. Все в захвате, особенно бренд, маленький бренд этих пижам. Говорит, боже, все распродано. Мы будем и дальше стараться побыстрее готовить для вас вещи в максимальном качестве. Короче, тоже поблагодарили Чунгука. Вот так разлетелись одежки Чунгука. И это у нас не первый раз такое происходит. Хочу вам рассказать чуть-чуть про Банжи Хиока. А че нет? Да, в сети появились фотографии молодого Банжи Хиока. Вам интересно, как он выглядел в молодости? Меня что-то аж прям распирало глянуть и в статьях говорилось. Ммм, Банжи Хиок такой красавчик был в молодости. Неплохо, неплохо. Я напомню, если вдруг кто-то не видел мое видео про становление группы BTS, я, наверное, ставлю ссылочку в подсказках. Где подсказки? В подсказках, а также в описании. Пойдите, посмотрите. Вот если эти фотографии появились раньше, я бы там показала. Но придется показывать здесь. Ранее Банжи Хиок работал в JYP Entertainment. Посему на многих фотографиях у нас присутствует создатель JYP Пак Джиньон. И вот молодой, потенциально успешный, молодой, потенциально успешный музыкальный продюсер Банжи Хиок. Но глядите, узнаете. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что в ближайшее время восстановит свою работу канал Ари Ран Плюс, где у нас с вами выходят реакции на различные видосики, включая клипы. Ближайшее мультик, где я посмотрела новые, многие новые клипы, выйдет на этом еще канале, здесь на Ари Тюб, но в скором времени также переедет на Ари Ран Плюс. А на этом не забудьте мне, пожалуйста, шмякнуть большой пальчик вверх, если я заслужила. Подписаться на канал, чтобы видеться со мной чаще и оставить свой комментарий, потому что мы с вами здесь обсуждаем всякие обсуждалки. Саран-саран, сайм-бабариран. Люблю вас. Пока-пока-пока.